Глава 29 Собирались туда все стада, отваливали камень от устья колодезя и поили овец. Потом опять клали камень на свое место на устье колодезя. Иаков сказал им, братья мои, откуда вы? Они сказали, мы из Харана. Он сказал им, знаете ли вы Лавана, сына Нахорова? Они сказали, знаем. Потом он еще сказал им, здравствует ли он? Они сказали, здравствует. И вот Рахиль, дочь его, идет с овцами и сказал, вот дня еще много, не время собирать скот. Напоите овец и пойдите пасите. Они сказали, не можем, пока не соберутся все стада и не отвалят камни от устья колодезя. Тогда будем мы поить овец. Еще он говорил с ними, как пришла Рахиль с мелким скотом отца своего, потому что она пасла. Когда Иаков увидел Рахиль, дочь Лавана, брата матери своей, и овец Лавана, брата матери своей, то подошел Иаков, отвалил камень от устья колодезя и напоил овец Лавана, брата матери своей. И поцеловал Иаков Рахиль и возвысил голос свой и заплакал. И сказал Иаков Рахиль, что он родственник отцу ее, и что он сын Ревекин, а она побежала и сказала отцу своему. Лаван, услышав о Иакове, сыне сестры своей, выбежал ему навстречу, обнял его и поцеловал его, и ввел его в дом свой, и он рассказал Лавану все сие. Лаван же сказал ему, подлинно ты кость моя и плоть моя. И жил у него Иаков целый месяц. И Лаван сказал Иакову, неужели ты даром будешь служить мне, потому что ты родственник, скажи мне, что заплатить тебе? У Лавана же было две дочери. Имя старший Лия, имя младший Рахиль. Лия была слаба глазами, а Рахиль была красива станом и красива лицом. Иаков полюбил Рахиль и сказал, я буду служить тебе семь лет за Рахиль, младшую дочь твою. Лаван сказал, лучше отдать мне ее за тебя, нежели отдать ее за другого кого, живи у меня. И служил Иаков за Рахиль семь лет. И они показались ему за несколько дней, потому что он любил ее. И сказал Иаков Лавану, дай жену мою, потому что мне уже исполнилось время, чтобы войти к ней. Лаван созвал всех людей того места и сделал пир. Вечером же взял дочь свою Лию и ввел ее к нему, и вошел к ней Иаков. И дал Лаван служанку свою зелфу в служанке дочери своей Лии. Утром же оказалось, что это Лия. И Иаков сказал Лавану, что это сделал ты со мною. Не за Рахиль ли я служил у тебя? Зачем ты обманул меня? Лаван сказал, в нашем месте так не делают, чтобы младшую выдать прежде старшей. Окончи неделю этой, потом дадим тебе и ту заслужбу, которую ты будешь служить у меня еще семь лет других. Иаков так и сделал. И окончил неделю этой, и Лаван дал Рахиль дочь свою ему в жену. И дал Лаван служанку свою валу в служанке дочери своей Рахили. Иаков вошел и к Рахили, и любил Рахиль больше, нежели Лию, и служил у него еще семь лет других. Господь узрел, что Лия была нелюбима, и отверз утробу ее, а Рахиль была неплодна. Лия зачела и родила сына, и нарекла ему имя Рувим, потому что сказала она, Господь презрел на мое бедствие, ибо теперь будет любить меня муж мой. И зачела опять, и родила сына, и сказала, Господь услышал, что я нелюбима, и дал мне и сего, и нарекла ему имя Симеон. И зачела еще, и родила сына, и сказала, Теперь-то прилепится ко мне муж мой, ибо я родила ему трех сынов, от сего наречено ему имя Леви. И еще зачела и родила сына, и сказала, Теперь-то я восхвалю Господа, посему нарекла ему имя Иуда, и перестала рождать. Глава тридцатая И увидела Рахиль, что она не рождает детей Иакову, и позавидовала Рахиль сестре своей, и сказала Иакову, Дай мне детей, а если не так, я умираю. Иаков разгневался на Рахиль и сказал, Разве я Бог, который не дал тебе плода чрева? Она сказала, вот служанка моя Валла, войди к ней, пусть она родит на колени мои, чтобы и я имела детей от нее. И дала она Валлу служанку свою в жену ему. И вошел к ней Иаков. Валла зачела и родила Иакову сына. И сказала Рахиль, судил мне Бог, и услышал голос мой и дал мне сына, посему нарекла ему имя Дан. И еще зачела и родила Валла служанка Рахилина, другого сына Иакову. И сказала Рахиль, борьбою сильную боролась я с сестрою моею и превозмогла, и нарекла ему имя Нефалим. Лия увидела, что перестала рождать, и взяла служанку свою Зелфу и дала ее Иакову в жену. И Зелфа служанка Лиина родила Иакову сына. И сказала Лия, прибавилась, и нарекла ему имя Гад. И родила Зелфа служанка Лии, другого сына Иакову. И сказала Лия, к благу моему, ибо блаженную будут называть меня женщины. И нарекла ему имя Асир. Рувим пошел во время жатвы пшеницы и нашел мандрагоровые яблоки в поле, и принес их Лии матери своей. И Рахиль сказала Лии, дай мне мандрагоров сына твоего. Но Лия сказала ей, неужели мало тебе завладеть мужем моим, что ты домогаешься и мандрагоров сына моего? Рахиль сказала, так пусть он ляжет с тобою эту ночь за мандрагоры сына твоего. Иаков пришел с поля вечером, и Лия вышла ему навстречу и сказала, войди ко мне, ибо я купила тебя за мандрагоры сына моего. И лег он с нею в ту ночь. И услышал Бог Лию, и она зачела и родила Иакову пятого сына. И сказала Лия, Бог дал возмездие мне за то, что я отдала служанку мою мужу моему, и нарекла ему имя Иссахар. И еще зачела Лия, и родила Иакову шестого сына. И сказала Лия, Бог дал мне прекрасный дар, теперь будет жить у меня муж мой, ибо я родила ему шесть сынов, и нарекла ему имя Завулон. Потом родила дочь, и нарекла ей имя Дина. И вспомнил Бог Арахили, и услышал ее Бог, и отверз утробу ее. Она зачела и родила сына, и сказала, снял Бог позор мой, и нарекла ему имя Иосиф, «Господь даст мне и другого сына». После того, как Арахиль родила Иосифа, Иаков сказал Лавану, «Отпусти меня, и пойду я в свое место и в свою землю. Отдай жен моих и детей моих, за которых я служил тебе, и я пойду, ибо ты знаешь службу мою, какую я служил тебе». И сказал ему Лаван, «О, если бы я нашел благоволение пред очами твоими! Я примечаю, что за тебя Господь благословил меня, и сказал, назначь себе награду от меня, и я дам». И сказал ему Иаков, «Ты знаешь, как я служил тебе, и каков стал скот твой при мне, ибо мало было у тебя до меня, а стало много. Господь благословил тебя с приходом моим, когда же я буду работать для своего дома». И сказал Лаван, «Что дать тебе?» Иаков сказал, «Не давай мне ничего, если только сделаешь мне, что я скажу, то я опять буду пасти и стеречь овец твоих. Я пройду сегодня по всему стаду овец твоих, отдели из него всякий скот с крапинами и с пятнами, всякую скотину черную из овец, также с пятнами и с крапинами из коз. Такой скот будет наградою мне и будет говорить за меня пред тобою справедливость моя в следующее время, когда придешь посмотреть награду мою. Всякое из коз не с крапинами и не с пятнами, и из овец не черное, краденое это у меня». Лаван сказал, «Хорошо, пусть будет по твоему слову». И отделил в тот день козлов пестрых из пятнами и всех коз с крапинами из пятнами, всех на которых было несколько белого и всех черных овец, и отдал на руки сыновьям своим. И назначил расстояние между собою и между Иаковым на три дня пути. Иаков же пас остальной мелкий скот Лавана. «И взял Иаков свежих прутьев тополевых, миндальных и яборовых, и вырезал на них белые полосы, сняв кору до белизны, которая на прутьях. И положил прутья с нарезкою пред скотом в водопойных корытах, куда скот приходил пить, и где, приходя пить, зачинал перед прутьями. И зачинал скот перед прутьями, и рождался скот пестрый, и с крапинами, и с пятнами. И отделял Иаков ягнят, и ставил скот лицом к пестрому и всему черному скоту Лаванову. И держал свои стада особо, и не ставил их вместе со скотом Лавана. Каждый раз, когда зачинал скот крепкий, Иаков клал прутья в корыток пред глазами скота, чтобы он зачинал перед прутьями. А когда зачинал скот слабый, тогда он не клал, и доставался слабый скот Лавану, а крепкий — Иакову. И сделался этот человек весьма-весьма богатым, и было у него множество мелкого скота, и рабынь, и рабов, и верблюдов, и ослов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова